Самое красивое место на земле – это храм. Изревле его старались уподобить Царствию Небесному. Все самое лучшее отдавали для возведения Дома Божия и старались и строили его на самом лучшем месте – на приборке, у реки. Так что красивые пейзажи дополняли образ райского сада. Душа отдыхала здесь и наполнялась новыми силами. В Челябинске открылась выставка «Душа России», призванная показать сегодняшним россиянам духовную красоту нашего Отечества. Сюжет наших челябинских коллег. Митрополит Челябинский и Златоустовский Никодим принял участие в открытии фотовыставки «Душа России». Экспозиция разместилась в областном краеведческом музее. Владыка напомнил, что ко вторым рождественским чтениям, которые откроются в Челябинске 8 декабря, приурочено несколько фотовыставок. Сегодня открылась первая фотовыставка, которая рассказывает о том, насколько ценна для нас история нашего Отечества, природа нашего Отечества, а насколько Россия связана с этими понятиями, насколько важны для нас традиции. Главной темой выставки стал пейзаж. Большинство фотографий сделаны в средней полосе и на севере России. Природные красоты гармонично сочетаются с православными архитектурными памятниками. Мне кажется, любой фотограф, который взял в руки камеру, он начинает видеть храмы, он начинает видеть эти церкви, он начинает снимать. И они очень органично всегда вписаны в пейзаж, ведь их никогда не ставили просто так. Церковь стоит или около реки, или она стоит на каком-то пригорке. То есть она всегда красивая. И поэтому, когда человек начинает хотеть красиво снимать, он начинает снимать храмы. Возникает очень сильное ощущение, что ты вернулся в настоящую Россию, в Россию старинную, в ту, о которой писали все время поэты. И ведь не зря в той части Лермонтов писали, Пушкин писали. Там очень многие жили поэты, они там жили, они писали, и мы знаем по их описаниям ту Россию с детства. И глядя на это, есть ощущение, что да, это и есть Россия, это ее душа.